Почему семья из Зимбабве три месяца живет в аэропорту Бангкока? Зачем немцам специальные зоны для женщин во время празднования Нового года? И как обезьяна спровоцировала массовое ДТП в Китае? Об этом не только в нашем обзоре. Зал ожидания стал родным домом для семьи из Зимбабве уже больше трех месяцев, как они застряли в Бангкоке. Возвращаться домой наотрез отказываются из-за неспокойной ситуации на родине. В Таиланд приехали в качестве туристов четверо взрослых и столько же детей. После отдыха пытались попасть в Испанию через Украину, но не вышло. В Таиланде визы вынужденных переселенцев просрочены и теперь они просто-напросто живут в зале ожидания. Все это время сотрудники аэропорта подкармливают семью и даже вручили рождественские подарки детям. В Индии полицейский не просто регулирует движение на дорогах, а еще и танцует. Автомобилисты не осуждают Раджита Сингха, скорее наоборот. Говорят, что его нельзя спутать с другими регулировщиками. При этом даже хвалят танцора полицейского за внимательность и ответственность на дорогах. В Индии Раджит Сингх стал настоящей звездой. По словам полицейского, на танцы его воодушевили еще несколько лет назад болливудские фильмы. Мужчинам вход воспрещен. В Берлине во время празднования Нового года решили создать безопасные места для слабого пола с ограждениями и специальными табличками. Такие меры безопасности должны оградить женщин от сексуальных посягательств. В прошлом году сотни женщин жаловались полицию на многочисленные приставания и ограбления. По подсчетам организаторов, на празднование Нового года в Берлине приедут сотни тысяч людей. Увольнение за грим под темнокожую спортсменку. В Австралии модель Софи Эпплгард обвинили в расизме и попросили с работы. Девушка имела неосторожность загримироваться под спортсменку Сырена Уильямс на тематической вечеринке и выложить фото с подругами, которые тоже выкрасились в темный тон, в соцсеть. Их выходка спровоцировала настоящий скандал. Агентство, в котором работала девушка, удалило ее профиль со своего сайта. Сама же модель оправдывается, мол, никого не хотела обидеть и не имела никакого злого умысла. За внимательностью водителей в Объединенных Арабских Эмиратах следят даже в соцсетях. В Дубае полиция оштрафовала мужчину, который вел прямую трансляцию за рулем в Инстаграме. О том, что водителю надо заплатить 217 американских долларов за нарушение, патрульные сообщили прямо в комментариях под видео. Позже мужчина оправдывался, мол, телефон был закреплен на специальном устройстве и не отвлекал от дороги. Полицейских эти смягчающие обстоятельства не убедили. Массовое ДТП в Китае из-за обезьяны. В провинции Гуйчжоу животное поднялось на турник над проезжей частью. Женщина-водитель перепутала красный окрас задней части примата с сигналом светофора и резко затормозила. В результате автомобилисты сзади тоже не успели среагировать и врезались впереди стоящие машины. К счастью, люди в ДТП не пострадали. 15 раз смогут встретить Новый год космонавты на МКС. Первый над Тихим океаном в районе Новой Зеландии. Второй раз над территорией Австралии, потом Японии, над Атлантическим океаном между Африкой и Южной Америкой. Над Бразилией. И в заключение экипаж сможет встретить Новый год над акваторией Тихого океана восточнее Новой Зеландии. Продолжение следует...